Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс, и сегодня занятие становится несколько необычно. Мы предупреждали в начале этого цикла, что по многим недельным разделам Торы мы уже либо почти все, либо совсем все посмотрели. Вот немножко мы тут подзапутались, я поставил сначала параграф, а потом было обнаружено, что мы в прошлом году разобрали не один, а целых два параграфа, и 17-й, и 18-й заодно успели. И поэтому сегодня в плане подготовки к приближающемуся, надвигающемуся дню Лагба-Омер мы разберем текст немножко другого порядка, это скорее Мишна. Я буквально пару слов скажу вам, откуда этот текст. Это рассказ про Рабби-Акигу, с которым очень тесно Лагба-Омер связан, и думаю, что мы разберем сегодня песенку Баар-Юхай. Вот Баар-Юхай тоже мы знаем, кто такие, кто такой, и какова его связь с этим днем. Вот, и должен выразить огромную благодарность Анне, которая не только, так сказать, мне продемонстрировала, что есть, и что может быть, и что надо, но и, в общем-то, подготовила тексты. Так что в большей степени ей мы обязаны сегодняшним занятием, нежели мне. Я всего-навсего ведущий, ну-ка, какой-нибудь Масляков. Так, хорошо. Ну, наверное, мы начнем с Мишны. Я, наверное, скажу вам пару слов вот таким вот образом. Сейчас одну минуточку я найду, где это у нас должно быть. Ага, минуточку. Вот, вот Анага, да, про Рабиакил. Итак, все слышали слово Талмуд. Что такое Талмуд? Это запись, а может быть, конспект устной Торы. Что такое устная Тора? Наряду с письменной Торой, то есть эти книжи, Моисей получил устное указание от Всевышнего Нагаи Синай. Вот, и Всевышний не велел ему их записывать. Талмуд, главная его задача – это детализировать исполнение заповедей. Поскольку заповеди – это и есть наше дело в этом мире. И, ну, кроме того, в Талмуд содержат еще и повествовательную часть. Так вот, повествовательная часть первой, исторически первой части Талмуда, то есть Мишны, называется Агада. Она же, в общем-то, называется Мидарши. И вот, примерно сотни лет назад, великий, действительно великий ивритский поэт и большой пропагандист и популяризатор иврита Хаим Нахман Бялик озаботился вопросом, что евреи отходят от еврейства. Соответственно, они перестают изучать Талмуд, и скоро они не смогут вообще черпать из такой многовековой сокровищницы. И он сделал очень большую работу. Он выписал и немного отредактировал всю повествовательную часть Мишны и издал ее. Кроме того, все это было переведено на русский язык, потому что и иврит, и армейский язык, на котором большая часть Талмуда записана, евреи, естественно, стали забывать. И, значит, он рассчитывал на то, что еврейская культура останется в веках. Когда я приехал в Израиль, около 30 лет назад, на одном из религиозных семинаров, задал вопрос, задал вопрос, лектор, спросил, я рассказал немножко вкратце вот эту вот историю про появление вот этой книги, которая называется «Агада». Есть перевод на русский язык, можно это найти в интернете. Есть издание. Издательство лиха, было издательство Алии, печатали в России. Да, 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 было и Алией издано, и отдельные издания были в начале, в начале 90-х. Вот. И вот, лектор задал вопрос, скажите, пожалуйста, кто-то из вас читал о году Бялика Иравницкого? По-моему, я был единственным в зале, кто поднял руку. А кто-то из вас изучал Талмуд? Ну, руку было значительно больше, на порядок больше. Ну, мне пришлось поднимать обе руки в обоих случаях, но, вот видите, тем не менее, тем не менее, проделана большая работа. И вот Мишнам содержит рассказ о рабе Акиве. Какова его роль в еврейской истории, как он связан с Лагба-Омером? Я думаю, что вы знаете, а если не знаете, то это несложно будет узнать. И вот, давайте, давайте почитаем, наконец, текст. Текст из интернета. Как обычно, зеленым выделены слова, которые могут представлять какую-то сложность. И вот еще одно спасибо Анне, она подготовила нам словарь. А желтым просто вот так я понимаю выражение, на которое стоит обратить внимание. Итак, я начинай с вашего позволения. Раббан Гамлиэль, ורבи Элазар, בן Азария, ורבи Йеушуа, ורבи Акива, Попробуем разобрать. Раббан Гамлиэль, Раббан – это титул, и Рабби Элазар, сын Азарии, и Рабби Йеушуа, и Рабби Акива, вот ради которого мы взяли этот текст, шли дорогою, вот такая вот форма. Иврит здесь довольно богатый. Еще одну маленькую сноску я вам дам на историю современного иврита. Три пласта, можно сказать, есть в иврите. Есть иврит таранический, иврит микро-и. Это примерно то, чем мы с вами обычно занимаемся. Это иврит торы, хумаша, пророков, писаний. Есть иврит мишно-итский. Он отличается и составом слов, и построением фраз. Грамматика в мишне гораздо более простая. Но вы скорее почувствуете обратное, потому что фразы, видите, как красиво, можно сказать, художественно описаны. И, наконец, есть современный иврит, который взял грамматику как более простую из мишны, но запас слов, как правило, из Танаха. К примеру, дерево в Торе и Танахе называется аец, в мишне называется илан. В современном иврите используются оба названия, но аец все же чаще. Итак, аюм и алхим. Шли они дорогою и услышали голос, можно сказать, толпы масс. Аец имеется в виду людей, которые проживали в Риме. Так, а мона – это значит толпы ее. Кого ее? Рима, поскольку все названия городов женского рода. Из мифлат. Ну, вот не знаю, что это означает. У меня словарь выдала, что это какое-то типа место жительства, но бог знает. Да, наверное, имеется в виду. Это арамейское слово, и бог знает. Да. Ну, что они там делали? Может быть, спорили. Ну, правильный какой-то праздник. Да нет, праздник спорили. Скорее всего, по контексту, они отмечали какой-то языческий праздник. Да, на расстоянии в Рихук – 120 миль. Примерно будем считать, что это 120 километров. Вот такая история. Ну, есть, конечно, комментарии к этому. Значит, эта делегация, в составе которой я вам зачитал, была послана иудейским руководством в Рим, чтобы обратиться с какой-то просьбой к Кесарю. И вот, приближаясь туда, они услышали вот многолюдную толпу, которая, очевидно, радовалась. Спасибо большое. Теперь фразу, наверное, читает Анна, да? Нет, я сегодня читать не буду, поскольку я уже как бы читала. Я только хочу сказать, что, во-первых, не всегда я ручаюсь за правильный перевод, потому что слова тут какие-то редкие, которых словарь, может быть, не всегда знает. И потом перевод у меня... Иногда я даю перевод, когда, ну, реально прям какая-то сложная фраза, я иногда пишу какие-то... Ну, есть слева, там будет перевод. Но не всегда. Когда просто простой текст, я не пишу. Спасибо, спасибо. Тогда, Анна, вы распределяете... Это Тимофей, Тимофей, прекрасно. Да. Можно до конца, да. До конца? Хорошо. Да, теперь давайте переведем. Да, значит, начали они плакать. Раби Акива. Радовался, смеялся. Есть слово «смех», есть слово «лесахек» играть, но здесь имеется в виду, он радовался, да? Сказали ему, отчего ты радуешься? Да. Сказали ему, отчего вы плачете? Да, да, совершенно верно. Спасибо, Тимофей. Так, следующий отрывок. Кому вы поручаете, Анна? Да, у нас Шуша, у нас вообще бывает Людмила обычно, но Людмила сейчас нет, значит, Шуша. Людмила пока нет, да? Давайте, Шуша. Шуша. Ну, попросту. Амрувло, агоим, а лалу, ше мішта габим, ле, а цевім, у макатрім, ле, 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 ле ім, ваеш, ішвім, бетах, бе, гасаке? Нет, как чутить, ве? Ве га шекет, ва гашкет. Ва гашкет. Да, да. Ва ану, бейт, адом, рэгель, раглейло гейну. Шуша, шуша, не пугайтесь, мы с вами, сейчас действительно сложные, и мы постараемся вам помогать. Так, значит, ему сказали, так, что значит, гой, ну, народы. Народы, да. Так. Галал, эти, эти. Да, эти народы, что? Эти язычники, да? Мишта хабим. Да, знаете, поклоняются. Поклоняются. Поклоняются, да? Да, да, да. Мишта хабим, анахну кор им, у мишта хабим, у мудим, это ізалайну. Это же слово, да? Да, корень, мы, получается, пользуються, да. Чин хет вав. Немножко нетипичный корень, да? В еле, да, меняются местами. А кто такие, или ацавим, в мактарим? В еле, наверное, какие-нибудь? Да, изображения. Есть слова, 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 слова. Можно посмотреть вот здесь, да? А, да, так. Ну, значит, наверное, статуям, как если форму идолам, какие-нибудь статуи. Да, да. Так, а мактарим? Мактарим – это вот оно. Так, а, как это, воскуривают, как перевести? Воскуряют, да. Воскуряют, да. Так, лейлим, к идолам, ну вот, видимо, к этим своим божествам. Так, ешвим сидят? Да, спокойно, уверенно, да. Ну, живут, лучше сказать, а ешвим, в смысле, живут. Как поселение, мушав ешвим. Да, да, да. Так, жители, они живут. Да, можно сказать, беззаботно. Так, живут беззаботно, так. Ваше кет – тишина? Ваше кет, да, и тихо, и спокойно, то есть. Живут беззаботно и тихо. А мы, да, бейтадом, а дом подножия, можно сказать, да. Где это, тут есть словарь, да, а мы подножия, подножия. Ну, как сказать, не ног, образно выражаясь, да. Конечно. Подножия, так, шаров, гори в огне. Храм, да, сгорел, да, сожжен огнем. А в стране в огнем, как не плакать? Там идет цитата, даже есть, вот у Прайока и Шаягу есть цитата, что небеса престол Всевышнего, а земля подножия ног его. Вот это вот храм, как бы, что-то так. То есть храм, имеется, у Всевышнего сожжен в огне. То есть как же нам не плакать? Как нам не плакать? Как нам не плакать, да. Разве не будем плакать? Да, совершенно верно. Уже замечательно. Подождите, Рафа и Лягу, подождите, не двигайте. Там перевод, вот смотрите, там они ему сказали, агуим халалу. Все-таки, скорее всего, мне кажется, радуются. Халалу, в смысле, радуются, что поклоняются они своим идолам. Вот это халалу, скорее всего, может быть, как халалу. А, вы это проявляете от халал? Как халалю. Может быть, они радуются тому, что поклоняются своим идолам. Вот, не знаю, мне так. Есть такое слово, халалу это эти. Да, они, может быть, может быть и так, да. Я не знаю, честно говоря, не знаю, но может быть. Ну, просто тогда было бы, наверное, не прошедшее время, Галалу. Впрочем, не исключено, что это... Не бог, есть такой специалист, поэтому я и так предполагаю. Понятно, понятно. По сути, так и так, как бы мысль похожая. Не меняет, да, да, да. Так, да, совершенно верно. Вот цитата, спасибо, Анна, да. О, амара шэм, а шамаим кис-и. Да, небо, мой престол, буквально стул кисэ. Ве арит гад дом рагли. А земля подножия ног. Еще кто знает, во время субботнего встречи суббота читаются шесть элим. И вот в одном из них есть тоже слова, что пойдем поклонимся, «Пойдем всевышнему, поклонимся подножию ног его». Вот, допустим... Дагадом раглах, да. Дагадом раглах, да. Верно, 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 да. Вот, рэмэму ашэмэлукэйн, а вышта хавула гадом раглах. Кадожгу, вот он. Это 99-й тыль. Да, да, замечательно. Спасибо, Анна, спасибо за дополнение. Так, ну вот теперь фраза, которую она практически перевела. Ну, давайте попробуем ее разобрать, чья очередь. Так, у нас идет сейчас, если нет, то, значит, Евгений у нас сейчас должен быть есть. Евгений, прекрасно. Дальше никого нет. Просим, да. Если Юля еще есть, но сейчас потом будет Юля. Юля, так. Амру лё. Агоим. Алялю. Нет, нет, нет. Я думаю, что мы вот этого должны читать, вот это. Да, 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 все уже. Это мы тут немножко напутали. Так. Амар ляэм лихах ани мэсахэд у ма лево... Оврэй, оврэй, да. Оврэй, да. Рэцоно. 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 Ках ля о... Ля осэй. Рэцоно. Аль ахат хама в хама. Рэцоно, да. Рэцоно, да. Да. Можно воспользоваться переводом, не зря же его делали. Амар ляэм и сказал им, да. Рэцоно, сказал он им, да. Если там для... Ля хах ани сахэк, поэтому-то я и радуюсь, да. Вот так, ля хах ани мэсахэк, да. Да, потому что если для приступающих воли, о да. Оврэй, да, Оврэй, Оврэй, Оврэй Цоно. Это я немножко сама тоже так подглядела, потому что переходящих, переходящих через волю его, получается. Так, так. Так они радуются, эти люди, которые нарушают волю Бога, а при этом так им хорошо живется, то там дальше. То для исполняющих волю его... Тем более будет еще лучше. Да, да, да. Вот это выражение аль-ахат камаве хамани, да, но мы читали в пасхальной ряде, да. То есть тем более можно перевести, это смысл именно такой. На один сколько и сколько буквально. Да, да, верно. Да, спасибо, Евгений. Хорошо. Теперь... Так, у нас Юля, Юля еще есть. Я думаю, она мне откажется почитать тоже. В общем, надеюсь, да. Вы меня уже знаете. Здравствуйте, всем добрый вечер. Так. Шупа Махат, Хайю Олим, Лир Шалайм. Киван Шейю, Легар Хацофин. Хацофин, да. Хацофин. Кару... Да, да. Кару... Бигдейхем. Бигдейхем. Давайте вот до сюда переведем. Да. Так. Однажды вернулся. А, ну, Шупа, это еще раз. В данном случае еще одна история. Еще один сюжет, да. Помахат. Однажды... Да. Был в Иерусалиме Олим. Нет, Хайю Олим. Поднимались. Имеются все же самые люди, да? Да. А вот такой киван я не нашла. Вот это киван сейчас... Я, честно говоря, я сама его не нашла. Нашла слово кивана по направлению. Но это как бы подходит... У меня сейчас появилась мысль, что вот это вот киван надо связать с глаголом. То есть по причине того, что ги-ю, лагар, ацофин, что они сделали? Они сделали вот это, да. Да, пожалуйста. Киван, шаги-гио, лагар, ацофин. Агар, ацофин. Да, гороскопус, горанаблюдение. То есть то место, откуда видно храм путникам, паломникам. То место, откуда они могут видеть храм. Даже немного сверху. Так? И вот из-за этого, по причине того, что они туда поднялись, что они увидели, что храм в развалинах. И тогда они что сделали? Кар-у-виг-дэ-гэм. Юлия? Так. Кар-у это, по-моему, разрывать что-то, да? Разрывать, да. Да, да, да. Как знак... Одежды свои. Знак троура. Наверное, да. Обратите внимание, что здесь корень куф-рыш-аин. Есть два похожих корня. Есть корень, где последняя буква алиф-кара. Это читать, звать, называть. И есть корень карас-эй. Что случилось, да? Ну, есть еще корень кор-им, где не куф, а кав пишется. Это поклоняемся. Понятно. И вот они разорвали одежды свои, увидевший храм в развалинах. Спасибо. Юлия, вы хотите продолжать? Можно вам еще фразу дать. Или передаем микрофон? У нас много сегодня, да. Я уступаю. Пускай Юлию. Почему Юлию? Пускай Юлию почитает. Что ж всем все читают. По-моему, она тут разманошает. Хорошо. У Юлии хорошо получается. Мы всегда рады. Спасибо, Манечка. Так, Иван, ше гигио легарга байт рау, шоаль ше яцца ми бет кочей хако чим. Ко дышим. Ко дышим. Святая святых. В общем, поскольку прибыли к горе храмовой, увидели... Лисицу. Лисицу или даже шакала. Скорее лисицу. Которая выходила из святая святых. Из того места, где располагалась Ко дышь, ко дышим. И вот... Ну, дальше это будет видно. Спасибо, Юля, замечательно. Здесь даже наша помощь не понадобилась. Так. У нас есть анонимный юзер. Знаете ли вы наши правила? Если вы включаете микрофон, значит, вы готовы перевести следующую фразу. Если вы хотите нас послушать, вот, то просто мы передаем микрофон дальше. Так. Анна, что мы делаем? Не знаю. Я не понимаю, что у нас человек, кто этот человек. У него даже микрофон включен. Да, давайте тогда я продолжаю. Никто у нас не вошел больше, да? Нет. Так. Гитхилу гэм бухим. Арабия кива. Мэсахэ. Начали они плакать. Арабия кива. Радуется. Амруло. Мипней маатэм бухим. Сказали ему. По какой причине ты радуешься? Амарлагем. Мипней маатэм бухим. Сказал он им. А по какой причине вы плачете? Ну, давайте теперь я передаю микрофон кому? Тимофею. 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 Прошу вас, да. Пожалуйста. Амруло. Да, вот. Амруло. Маком ше катув бо в азар курев юмат ашав шуалим или ху-бо в ле-нипхе. В ле-нипхе. Да, для напрямения. Место, о котором написано. Азар. Азарев. И чужой приблизится и умрет. Чужой, кто приблизится к нему. Кудыш-кудыш-кудыш-кудыш-кудыш-кудыш-кудыш. У меня там даже цитаты есть, откуда это конкретно. Это история. По Мидборк не забыл. Да, да. Да, посторонний, который приблизится, умрет. А теперь лисицы ходят в него. И как нам не плакать? Как же нам не плакать. Да, верно. Спасибо, спасибо, Тимофей. Все правильно. Так, передаем микрофон дальше, да? Да. Слушаем? Так, слушаем. Так, слушаем. Еверех-ягу. Так, переведем. Давайте вот до сюда переведем. Так, хорошо. Значит, И сказал им, потому я радуюсь, что... Так, Немар. Было сказано? Сказано. Что сказано? Так, это как будут свидетельствовать? Да, примерно так, да. Как это будет свидетельствовать? Это ле-га-ид, это принять свидетельство. То есть я... Ле-га-ид, точнее, да? Это не фаль. Приму я свидетельство от свидетелей верных. Да. Надежных. Так, это урия. Вот это вот. Урия. Священнослужитель. От Коэна Урии и от Захарии, сына Ива... 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 Иверех-я. Иверех-я. Вот так. От таких. Да, 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 да. И объясняет он дальше. Спасибо, Шуша. Передаем микрофон, да? Да, у нас сейчас идет кто? У нас идет Евгений, получается. Давайте. Евгений вот. Вехи... Вехи... Вехи ма... И... Инян. Инян. Урия, Эцель, Захария, у... Ва... 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 Урия... Вени... Мигдаш... Решен... В... Захария... В... В... Б... Мигдаш... Шени... Шени, да. И... Потому... Да... Ма... Инян буквально... Так какое же дело? Чем... Почему, да? Ну, почему вопрос? В чем вопрос? И вот слово Эцель, это рядом или для, или рядом, или вместе? Вот я написала прежде, но это не совсем, мне кажется, правильно, именно, что вместе. Почему они... Да, да, да. Почему они рядом? Почему они рядом? Да, 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 урия и Захария. Ну, вот в этом месте, которое он продиктал, процитировал, да, а именно книга пророка Ишаяху, да, упоминает пророк вместе рядом двух этих человек, которые, в общем-то, ничем вроде бы не связаны, да, Урия и Захария. Почему? Потому что, прошу вас, Евгений. Да, 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 Урия... Ну, буквально в храме первом. Да, да, в первом, а Захария во втором. Да, имеется в виду, что даже во времени они были разделены. Да, 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 спасибо, спасибо. Ну, вот, можем посмотреть, да, да, совершенно верно. Так, угу, так, кто-то к нам еще присоединился, да? Нет, они все уже, они уже отсоединились. Кто-то присоединился, но потом отсоединился. Понятно, да. Так, а вот Юля, Юля у нас, к сожалению, отпала. Видимо, что-то с интернурой. А, можно с интернурой, у них там проблемы, у них там проблемы с обеспечением. Слушайте, по чате вроде видно, что кто-то неизвестный еще есть. Или это я путаю, там написано просто юзер. Да, но потом человек молочит. Но пока вот микрофон не включен, значит, юзер нас слушает. Имеет право. Так, тогда что, я заново, да? Получается, да. Я случайно. Может быть, вы, если вы, пожалуйста. Да, милости просим. Нет, нет, я просто слушаю, я не понимаю еще, ну, в вашей организации. Будем считать, что я первый раз. Поэтому, с вашей позволения, я только поприсутствую. Ага, хорошо, хорошо. Если будут вопросы, имейте право задавать. И мы будем рады, если в конце вы свое... Скажете, да? Хорошо. Так, хорошо, читаю я. Эле тала акатув неву ато шель захарья бинву ато шель урия. Вот это слово, это некое противопоставление. Но ведь или а тала буквально привязала или повесила, или сделала зависимым. Акатув имеется в виду священное писание. Неву ато, слово нави, это пророк. Неву ато, это то, что получается в результате его деятельности. То есть пророчество шель захарья, пророчество, полученное захарьей, бинву ато, что вот это пророчество, оно как-то привязано писанием к пророчеству урии. Почему же? Бе-урия неэмар. Ну, давайте я еще немножечко возьму. Бе-урия неэмар. И сказано у урии. Лахэн биглалхэм циён садэ тэхарэш. Берушалайм и имтие. Беарабайт левамот яар. Лехех, да, сказано. А лахэн, и поэтому биглалхэм из-за вас. Циён имеется в виду гора Сион, то есть гора, где, ну, скажем так, так, словом, Сион называли иногда холом, где располагался дворец Давида, но иногда это название переносили и на храмовую гору. Будет распахан Сион как поле. Садэ – это поле. Тэ-ха-рэш. Лахарэш – это пахать плугом. Иерушалайм и имтие. И руинами станет Иерушалайм. Веарабайт и храмовая гора. Левамот яар. Бамот – это буквально высоты возвышения. Яар – это лес. То есть станет лесными холмами, можно сказать. Это вот то, что написано в пророчестве Урии. Так. Это не Урия, это другой пророк. Это просто, уж не знаю, какая у них там про Урия. Сказано, что это книга, это пророк Миха. Это у него сказано. Да. Тут есть некоторая такая подтасовка. На самом деле, просто это не тот Урия. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, это, скажем так, вот было такое пророчество. Так. Не так уж важно. А теперь идет второе пророчество, которое причитает нам, очевидно, Тимофей. Тимофей, да. Еще будут сидеть старцы и старухи на улицах Иерусалима, на площадях. Да, совершенно верно. Архав – это и широкая улица, это и расширение площади. Да, совершенно верно. Вот интересный словарик, который нам помог. Чудесно. Так. Спасибо, Тимофей. Теперь, наверное, Крушево передаем. Вы в высоком, я боюсь, может быть, плохо будет видно, нет? Высокой. Вот это вот, да? А, в шелу, да. Юлия не появилась у нас? Нет, не появилась. Как только появится, мы ей штрафную нальем. Да. Адшало ниткайма невуато шэль урия хаити. Митаре? Хаити митяре. Хаити митяре шэло титкаем невуато шэль захаре. Так. Ну, попробуем сначала потихоньку. Давайте. Так. Да, вот тут есть перевод. Что, ну, и пока не совершилось, ну, как бы не исполнилось. Хаима, да. Хаима. Не сбылось пророчество Урии. Как это, хаити митяре страхи, как опасался, да? Да. Что нет, будет и пророчество Захарии. Да, 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 что и, да. Верно. То есть пророчество Урии напоминает вам о разрушении Рушалаема, пророчество Захарии о восстановлении Рушалаема. Так. Спасибо. Ша, хватит, да? Да, пускай теперь у нас Евгений почитает. Давайте. Ахшавус ше нит каје, кајема. Нит кајема. Ше не вуато шель Захария, ни мит кајеме. Мит кајеме. Мит кајеме, да. А сейчас пророчество... Когда пророчество, когда сбылось пророчество. Пророчество. А Урии? Да. Беядуа, как можно это перевести? Теперь известно мне, наверное, да? Ага. Что пророчество Абдахарии тоже исполнится? Тоже исполнится, да. Да, да. Да, да, спасибо, все правильно. Так. В общем, оно действительно исполнилось сейчас. Вот многие говорят, что... Ну, это не было до нуждания. Сидят, бабушки, бабушки, дедушки сидят там, смотрят, как детишки играют. Ведь у пророка Ишаягу, по-моему, есть похожее пророчество, что еще будут сидеть там бабушки, дедушки на улице. Вот Ишавабары. Да, а детишки, а детишки там играть будут. В общем-то, все будет. Да, да, совершенно верно. Да, спасибо. А это последнее слово, Миткаямет, это будущее время? Миткаямет, это вообще-то настоящее время, но смысл, теперь, на смысл будущего. Да? Сбывается, будет, сбывается, то есть... Ну, можно перевести это в настоящее время. Юлия, и снова здравствуйте, и мы вам даем оставшуюся часть. Просим. Да, Юля, теперь да, точно. Что-то, видимо, все-таки с интернетом она как-то вот... Да, да. А у нее микрофон даже не включен, видимо, что-то не получается, видимо. Так, Юлия. Ну, ничего, у нас есть еще вторая часть нашей работы. Мы сможем вам дать задание. Тогда, с вашего позволения, я переведу вот последние слова. У, ва, ла, шон, азе, амруло. Акива ни хамтани, акива ни хамтани. И вот таким языком, то есть буквально такими словами, сказали ему, сказали остальные четверть мудрецов, да? Акива утешил-то нас, акива утешил ты нас. А вот дан и литературный перевод. Вот, это, очевидно, перевод Бялика и Равницкого, да? Ну, они знали русский язык? Конечно, они знали русский язык. Бялик родом из Житомира. Насчет Равницкого я не помню, тоже из, по-моему, из украинских местечек. Смотрите, я просто хотел предупредить вас, что иногда это перевод точный. Что-то они добавляют, что-то они, наоборот, сокращают. Поэтому напоминаю вам, что мы ставим задачу дать дословный перевод и объяснить, как мы его должны понимать. В частности, вот этот момент, где ответили, они спросили Акива, от чего ты смеешься, а он им ответил, тут написано по-еврейски вопросом на вопрос, на что вы плачете. Конечно, да-да-да, пусть будет так. Хорошо, вот мы разобрали один из рассказов о Раве Акиве, А теперь мы повернемся к Раби Шимону Бар-Йохай, чей Йорцейд, то есть годовщину ухода, мы будем отмечать в Лагбаомер 18-го ияра. Ну, осталось у нас чуть больше недели. Так, я делаю, соответственно, новую демонстрацию экрана. Вот, я ставлю... Так, надо закрыть, тогда вот это надо закрыть, а потом вновь открыть. Значит, я не открою. Так, вот так получилось? Нет, надо закрыть. Так, я остановил, так, и теперь делаю новую демонстрацию. Да, как я понимаю, да. Хорошо, путь будет так. Ага, значит, это Агада, песня, а здесь должна быть сабелька, правда? Которая в телеграмме была, вот. Вот это, да? Сейчас посмотрим, не знаю, сейчас вот написано, запустил демонстрацию, а что там будет, мы пока не видим. Так, вот это, я надеюсь. Да. Да, да, это оно. Вот тут даже я немножко скопировала, вот по ссылке идет, кто автор и что там, с чем ее едят, как говорится. Вот, а исполнение этой песенки мы не поставили на телеграмму. Давайте я потом поставлю. Это исполнение, которое более всех мне нравится, исполнений много. Вот, в нем, правда, звучит первые два и последние два куплета из тех, которые входят в песню. Вот, но поют они очень душевно и очень красиво. Ну, на мой взгляд. Вот, рассказ мне. Ну, Рафлия, он не сам умеет петь, так что чего, на чего уж там. Ну, что вы. Вы мне умеет петь. Так, хорошо. Хорошо. Вот она песня. Ну, зря так. Понятно, понятно. Так, вы меня рекламируете, понятно. Песня, песня Бар Йохай, да? Ну, Бар Йохай, имя его, Шимон, сын Йохай, отнесет от отчества. Так. Итак. Итак. И дальше идет припев. Давайте пробуем разобрать. Юлия, есть ли у вас микрофон? Нету, Юлия. Нету, Юлия, да. Юля, к сожалению, нет. Очень прекрасно. Давайте попробуем, Анна, давайте вы начните. Так, это я читаю первый куплет. Вот этот Шемен Мишхат Кодыш, Немшахта Мемедат Акодыш, Несата Циц Незара Кодыш, Хавушаль Рошех, Рошха Пэрэха 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 Пэрэха. Да, тут еще такая штука есть, вот я красненьким даже выделила, это, по-моему, называется акроним, насколько я не ошибаюсь, когда каждый какая-то первая буква в тексте или первая буква составляют какое-то слово или имя, вот имя, в частности, Шимон Лавья, его звали, это Симон Лавья Барьюхай. Да, и так далее. Получается. Понятно. Значит, ну вот, тут там есть литературный перевод, но я его даже не смотрела, потому что, как бы, ну, неинтересно тогда, если так смотреть. Мы должны быть точны. Шемен, Шемен Мешха, Шемен – это масло. Я не переводила, потому что, мне кажется, мы его удовольны, это слово читали в недельных главах, что там помазан. Мешахта, помазанный маслом священным, ты помазан. Да, да, или Мешах Машиха – это как «Машельола». Имшах было помазано, да. Да, не Мешахта – был ты помазан. В Медат окатыш. Ну вот Медат – это мера или качество, качество святости. Масло священного помазания помазало тебя или помазало тебя мерой святости, Медата — это мера или качество, мера святости. Неса-то, как я понимаю, Неса — это то ли вознести, то ли подняться. Вознес или поднял ты, или подняли на тебя Неса-то. Может быть, это не файл. Может быть, подняли, возложили на тебя Циц Неса. Циц — это то, что первосвященника был главным убором. Повязка такая была. Или Цицит, кисточки, которые выслуживались из одежды. Неса — это венец тоже. Возложили на тебя священный венец. Или возложен на тебя священный венец. Хавуш — это повязали голову твою. Поэра — это красота. Теферит, кстати, отчего слова. Теферит — это красота. И повязали голову твою красою твоей, или красотой повязана голова твоя красою твоей. Да, да, да. Эреха совершенно верно. Что-то такое, типа, с пафосом. Да. Как-то так. Ну, вот такого рода тексты трудно переводить. Буквальный перевод не всегда нам дает представление, но мы можем домыслить. Да, спасибо, все правильно. А, ну, мы знаем, что Штамбар Юхай, Штамбар Юхай, он, спасаясь от римлян, скрывался от них аж 12 лет в пещере, в какой пещере, не помню, в какой-то пещере, где-то, питаясь плодами рожкового дерева. И писал в это время книгу Зоор. То есть он там вообще пропитался какой-то каббалистическими тайными, просто вот, просто, не знаю, до каких степеней. Вот. поскольку выйдя из этой пещеры, он мог просто прожигать насквозь взглядом всех встречных. Он восстановлял и вышли выполнять решение. Потом смягчилось, да, и это был уже не огонь, а, собственно, Зоор. Да, но иметь в виду, что, когда он вышел и сразил на повал некого человека, рассерженный тем, что вот я-то тут тайные мироздания разгадываю, они живут такой-то будничной жизнью. Всевышний сказал, что иди-ка ты посиди еще там, еще немножечко, а то как-то у нас тут людей не останется, если так пойдет дальше. Да, верно. Кушать тоже надо. Соответственно, сеять и пахать. Так, теперь второй, второй куплет. Тимофей, Тимофей. Теперь Тимофей. Да. Машав, Машав, Тов, Йошав, Та, Йом, Наста, Йом, Ашер, Барахта, Бамарат, Цурим, Ше, Аматта. Шам, Канита, Олдха, Ва, Адареха. 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 Угу. В селении хорошем сидел ты. Ну да, буквально так, да. Ты хорошо поселился как бы тогда. Да. День убегал, день другой не убегал. День, когда ты скрылся, день, когда ты убежал, да? Да. А, наверное, так. Ты основал хорошее пребывание. Вот, да. Тут в день, когда ты скрылся, да? Бамарат, это время. Мэра, это Мэра, да. Цур, это Кремнистая, Скалистая, да? Ше, Аматта. Говорит, что Всевышний закрыл за ним. То есть, вход в эту пещеру не найти, кто искал его. Так. Шам, Канита, Олдха, Ва, Адареха. Там приобрел славу и великолепие. Да, 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 совершенно верно. От Ва, Адар, ну, это, к примеру, от Адар, Левуша, это из Хаклева Махарон, это из Мишлей, да? Там приобрел, имеется в виду, в этой пещере, да, величие и силу, и красоту. Да, спасибо, спасибо. Так, у нас есть новый участник. Если мы увидим, что микрофон включен, мы передаем ему слово. Так, а пока следующий куплет. Кто у нас? Шуша. Прямо? Так. Что? Шутим. Омдим. Лимудей. Гашем. Эм ломдим. Ор. Фла. Ор. Аекот. Эм. Йокдим. Йокдим, да? Эмадим. Эле. Гама. Галоха. Эмма. Галоха. Галоха. Эмма. Эмма. Ируха. Кумарейха. Так. Значит, сложный. Тяжелый текст. Сложный текст. Достался. Достался. Шухра. Да. Так, пожалуйста. Ацей шутим. Так. Деревья. Шутим. Есть мнение, что это Акация. Это Рашковая? Вот об этом речь? Нет. Нет. Ацей шутим. Это материал, из которого строились, делались скиния. Это брусьи скинии делались. Из Ацей шутим. Мы переведем, что это деревья Акации. Да. Либо это то, что здесь, как здесь вырастает, представьте, мимоза, это дерево. Вот. Есть мнение, что Ацей шутим, который упоминается в Торе, в рассказе о построении Мишкана, это кедры. Но, тем не менее, будем звать их деревья шутим. Стоят деревья шутим. Да. Так, что такое мудэээм, как это, учен или учат? Да, учение. Учение. Учат они, учение, ну, эм, значит, они. Две такие вот кавычки, это имя всем. Да, шем. Да, да, да. Две буквы кавычки – это обычное в асидорах принятое сокращение имени всевышнего. То есть, как сказать, можно сказать, они учат, ну, Всевышнего, да? Науку Всевышнего, да, да. Учение Всевышнего, да? Вот они учат, да, это учение, что от Всевышнего. Так, свет мифла. Это как падать? Нет? Чудесный. Не, не, не. Пелле. Пелле, пейламет, алиф – это чудо. Так, значит, свет – чудо или свет – чудесный. Так, а это что такое якуд? Якуд? Якуд. Вот оно, пламя, огонь. Вот, есть такое выражение. Вот, значит, чудесное, пламя. Горят они пламенем, можно так сказать? Наверное, да. йог, да. Да. Гало, гема, гало, разве не? Гема – это как гем, они. Разве они не так? Это у нас есть? Я ухаморен. Да. Где это? Йог, указан. Укажут тебе, да. Укажут тебе, так. Реха. Укажут тебе какие-то указания. Да, да. Не дадут тебе указания, можно так? Да, да, вот, вот ведь они дадут тебе указания, разве не так? Да, да, именно так. Спасибо, спасибо, Шуша, очень, очень неплохо. А вот кто такие, кто такие они? Может быть, о каком идет речь? Кто такие они? Вы знаете, я думаю, что оба заводов… Это было единственным числе, шло, потом во множественном. Они – это кто? Это деревья? Они – это остальные птицы. Деревья? Это те самые… А, брусья священного ковчега. Я думаю, что это имеется в виду ученики, которые последовали за рабящим богом, то есть воспринявшие его учения. Это которые зори, простите? Да, да. А так он же там в одиночестве сидел, в коллективе скрывался. А потом… После того, как он вышел из пещеры, он же обучил своих учеников. Раба и трансмиссер такое, там беседы. Да. Да-да-да. Я думаю, про них это… Ну, впрочем… Допустим. Допустим, допустим, да. Может быть, дальнейший текст нам что-то разъяснит. Ну что же, у нас есть время еще один куплет пройти. Так, и мы, наверное, вот… Евгений, Евгений, не пускай уж всем по-честному. И тогда мы остановимся на этом и в следующий раз продолжим с места, где остановились. Да. Барюхай. Вэ лизде тапухим татапухим алита лилькот бо меркахим сод тора ка цицим у рахим. Рахим, да. И яблоки в садах… Это вот последнее слово тоже, последнее фраза, просто немножечко нам не угодно. Последнее фраза тоже. Она тоже относится… А, да-да-да, а-да-да. Наасе адам Неймар баа вуреха. Баа вуреха, да. Вот пускай Рафа Леонидõ спросит, пускай кто-то может вспомнит, где встречалась фраза «Наасе адам». Вот. Да. Пускай не люди подумают. Книги берешить нет, когда все вышли. Делаем человек. Буквально мы делаем человек. Да, да, да. Да, ну так. Да, бар юхай. Ве ли седе тапухим. Ну, яблоки в садах, в полях. В полях. Буквально, он имеется в виду, яблоневые сады. Так называется, да, да, да. С этим сравнивается каббала. Алита Лилкот Бо Мэр Хаким. Алита, это ты поднялся буквально, да. Лилкот, это срывать плоды. Собирать их. Лилкот Бо в нем, то есть. Вот Мэр Хаким. В него. Было предположение, что это типа как рукеах, типа парфюмерия, благовония или парфюмерия. Это у меня такое было. Да, да, наверное, похоже. Ароматы. Да, да, наверное. Так. Сода. Тора. Тайна. А, тайна Торы. Ке цицим у парахим. Цицим в данном случае это... Это еще бутон. Это еще бутон. Да, парахим это цветы, да. На асе адам, на эмар, ба ауреха. Сделаем человека. Сделаем человека. Сделаем человека. Сказано ба ауреха. Ради тебя. Рассказано против тебя. То есть, как якобы Всевышний, говоря, сделаем человека, имел в виду тебя, как венец творения. Бар Юхай. Вот такая история. Такие воспевания. Ну что же, мы сегодня неплохо поработали. Тексты были действительно сложные и непривычные, потому что и язык тут другой. И действительно тут очень образные такие выражения есть. Но мне кажется, мы неплохо справились. Так? Однозначно. Да. Всем большое спасибо. Особенно большое спасибо Анне, которая практически подготовила весь сегодняшний урок. И я был бы рад услышать впечатление тех, кто нас сегодня слушал. Вот Николай у нас есть. По-моему, Николай на прошлом занятии у нас был, да? Или даже в занятии? Ну, когда-то был, да. Вроде бы как я помню. Да. Салам. Я был с мобильного телефона, и я вас не слышал, просто смотрел. Сейчас я перенесся на компьютер, но до конца настроился. Они совсем продвинуты в этом, поэтому сегодня как-то так в полуфабрикате. Очень интересно. Я вам прям много благодарю. Спасибо вам, спасибо вам за ваш отзыв. Да, все очень мило. Да. Ну, хорошо, значит, с Божьей помощью через неделю мы продолжим. Вот, я не успел посмотреть, есть ли у нас отрывок из Торы, который мы в следующий раз пройдем. Вот. Но даже если нет, то нам есть чем заниматься. Нам всегда есть чем заниматься. Да, спасибо, будем, будем рады. Всего доброго. Непривычный текст, я просто, может, я к нему как-то хоть приноровлюсь, я вообще надеюсь. Ну, да, смотрите. Текст действительно очень красивый, мне нравится. О, жаль. У нас, ребята, все молодцы, все хорошо читают, вообще молодцы, молодцы. Да, да, да. Коля, да. Хорошо. Всего доброго. Да, да, да. Алло. Анонс, можно следующего урока? Мы ставим на нашу группу в Телеграм. Я стараюсь это сделать. Урока можно как-то получить? Смотрите, мы обычно решаем где-то в пятницу, но иногда я не успеваю. Или в субботу вечером, или даже в воскресенье утром. Я пишу, что мы будем разбирать, и ставлю вот этот материал. Ну, я постараюсь сделать это пораньше, по возможности. Было бы очень хорошо, чтобы я успел подготовиться и получить замечание. Понятно, понятно. Будем надеяться. Да. Да, благодарю вас. Всего доброго, счастливого. Окей. Так, мы заканчиваем. Все. Всем спасибо, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...